Добрый день, дорогие мои друзья! Вы находитесь на канале Галина Коломейко «Кройка и шитьё». Сегодня мне хочется затронуть очень важную для нас сегодня всех тему. Это тема добра. Я не устану об этом говорить, потому что очень часто сталкиваешься с обратной ситуацией. Например, когда мы выставляем работы своих учеников, наших учеников, а их у меня сейчас очень-очень много, как учеников, так и заочников, мы должны все понимать, что это часто выступают непрофессионалы высокого уровня и высокого класса. Это с одной стороны. С другой стороны, фотография делается 100% любительская. То есть как-то не так падает свет, какая-то тень, какое-то не очень удачное движение произошло, потому что мы не модели. И мы не всегда бываем стройными, звонкими и красивыми, на которых всё, что не наденешь, сидит безупречно. И тем не менее, мы всё равно показываем эту работу, потому что это правда жизни, потому что это наша жизнь, потому что в жизни не бывает безупречного, красивого и идеального. И при всём при том, большинство, конечно, понимает, что это так. И делает скидку на какие-то заломчики, может быть, что-то нам не понравилось. Вот повернулась, рука повернулась вперёд, естественно, появились заломы. Рука стоит прямо, заломов нет. Это нормально, это норма. Но в последнее время, особенно вот в одной из социальных сетей, находятся такие люди, которые начинают агрессивно нападать, делать не просто замечания, а попросту, ну, прямо ругаться, что совершенно всё нехорошо, что всё плохо, что учитель не знает, как научить правильно сам, ещё пытается чему-то учить, идут нападки. Это называется не только на учеников, но и на меня, естественно, идут нападки, на моих помощниц идут нападки. Понимаете, это называется модным словом сегодня хейтеры. И никуда от них не денешься. Так что бы мне хотелось вам сказать, дорогие мои хейтеры? Обратите внимание на то, что за границей в социальных сетях этого не принято делать. Прежде всего, вы рассказываете о себе, о том, какие вы есть, озлобленные, агрессивные, неприветливые. Не нужно этого делать. Не проявляйте свои негативные свойства и качества, пытаясь за чужой счёт как-то возвыситься в своих собственных глазах. Ведь критикуя другого человека, вы таким образом просто тупо самоутверждаетесь за чужой счёт. Кажетесь себе такими умными, правильными, высокопрофессиональными людьми. Но ведь это совершенно не так. Понимаете? Поэтому мне хотелось, чтобы в наших социальных сетях, где мы размещаем с Леночкой все наши работы, видео, материалы, полезные советы и так далее, и так далее, было побольше людей доброжелательных, чтобы уходили оттуда вот эти вот хейтеры, вот эти люди, которые рассматривают под увеличительным стеклом наши работы, пытаясь найти там какие-то недостатки. Конечно, они есть. И, конечно, они будут. Потому что мы не отелье люкс. Мы не отелье высшего разряда. Мы не профессионалы в том порядке, когда фотографируются вот эти вот даже иногда не очень хорошо сделанные вещи, но правильная фотография, она правильно выставленный свет, хороший фотограф, и вы понимаете, что она вам очень нравится, нужный ракурс подобран, и вам хочется ее приобрести, хочется ее хвалить, и хочется глазком на ней задержаться. Понимаете? Поэтому, пожалуйста, будем доброжелательны. Вот что хотелось мне сказать сегодня. Потому что наша жизнь – это бумеранг. Вот и в продолжении сегодняшней темы мне хочется сказать о том, что я как раз транслирую обратную точку зрения в этот мир, да? То есть я стараюсь всем помочь, войти в положение каждого человека, кто пришел ко мне, каждому-каждому ответить. Вы видите, что я редко когда оставляю неотвеченными даже ваши комментарии на Ютубе, ВКонтакте, где бы то ни было. Всегда стараюсь там ответить. И поэтому мне это все возвращается с торицей. Вот буквально сейчас под руками последний случай. Ирочка Соколова из другого города, вот она мне, к сожалению, еще не написала, не ответила, из какого она города, не успела я получить у нее сообщение, как долго она знакома со мной. Вот эту книгу переслала с Деком в Москву, да? Чтобы я могла, опираясь на нее, еще больше рассказывать вам важных и интересных вещей. Другой подарочек вот у меня лежит. Посмотрите, своими руками сделана вот такая вот брошка, да? Тоже с какой любовью, посмотрите, она выполнена. Вот такая вот брошка. Сейчас это очень модно. Нужно вот сюда вот ее приколоть, и вот такой простой образ будет у меня уже совершенно другим. Так, ага, и еще одна вот такая вот брошечка. А это красненькая вот такая брошечка. Посмотрите, как красиво. Вот, еще вот такие, посмотрите, изумительные валеночки. Вот такие вот валеночки. Мне сказали, это сделано своими руками. Лена Пляшечник, зовут ее вот, вспомнила, да, Леночка Пляшечник. Она занимается созданием обуви, то есть валеночки, туфельки какие-то, ботиночки вот из таких вот, вот из таких вот валеной, из шерсти валеной, да? И она сказала, что это валеночки шептуны. Если туда прошептать какое-то желание, то оно обязательно сбудется. Ну, что вам сказать? Проверяла, что-то сбывается. Что-то, конечно, самое сильное желание, которое у всех у нас есть на сегодня. И Лена Пляшечник пострадала от него. Вот оно до сих пор, пока что, к сожалению, не сбылось. Будем ждать, будем верить, будем надеяться. Потому что живет она в Стальнице Ясиноватая, по-моему, под Донецком, да? И вот к детям сюда перебралась и приходила ко мне заниматься. Посмотрите, какая красота. Ну, это вот первое, что есть. У меня тут есть и картинки, и вышивка, и вышивка золотом, там слова. Ну, в общем, много-много чего. Скоро пора уже открывать, куколка сшитая, скоро пора уже открывать какой-то музей ваших маленьких вот таких вот трогательных подарков. Потому что все возвращается, мои хорошие. Поэтому будем добрее, будем сердечнее, будем терпеливее, будем немножечко снисходительнее к чужим недостаткам, да? И все к нам вернется. И в нашей жизни будет тоже все нормально. Всем всего доброго. Всегда Ваша Галина Коломейко. Субтитры создавал DimaTorzok